Привет! На предыдущей странице я упоминал про гаитянский наив. Такие живописные полотна в Доминиканской республике продают. Их кругом навалом туристы наши покупают. Такие бесхитростные, такие наивные работы. И вот вошло в практику называть эти творения доминиканских художников как манера живописи гаитянский наив. Характеризуется бесхитростью, простотой, открытостью и детскостью. В сетевом маркетинге тоже есть наив. Его можно назвать, я вот сейчас придумываю на ходу, сетевой наив. Тоже такая незащищенность, свидетельство неподготовленности и непонимания, что происходит. Такая бесхитростная, детская простодушность. Человек приходит в бизнес, новичок, и, ну, естественно, он допускает такие вещи. Но это было еще ладно, но есть люди, которые работают и месяц, и год, и два, и три. Все продолжает пребывать в наиве таком. И вот это все вместе можно... Проявление этого наива море, но в целом можно назвать это сетевой наив. Ну, пример, чтобы вам было понятно. Человек приходит в этот бизнес и привносит в него свой предыдущий опыт. И наивно полагает, что он может воспользоваться своим предыдущим опытом, своим предыдущими знаниями, практиками, какими-то схемами, которые срабатывали где-то, использовать их здесь, не вникая глубоко в суть сетевого бизнеса. Я, говорит, был целым генералом, что ты меня учишь, я знаю, как надо построить людей, чтобы бизнес этот сетевой заработал. Что ты мне рассказываешь? Или кто-то говорит мне, очень часто я слышу такие вещи, да у меня куча связей, я сейчас как команды дам, сейчас как мы начнем грузить грузовиками, пароходами, самолетами, между железнодорожными составами, мы все тебе продадим. Стоит только команду дать. Человек наивно полагает, что это может сработать. То, что срабатывало, возможно, где-то, может сработать в сетевом бизнесе, где все построено на человеческих взаимоотношениях, и передача от одного к другому, передача от одного к другому нужной информации в правильном ее виде. Или человек говорит, ну, все понятно, все понятно, и он наивно полагает, что он думает, что ему все понятно. Говорит, не надо мне ничего помогать, я знаю как, у него уже есть план, он уже прикинул в голове, он уже думает, как он сейчас всех победит. И он в течение двух месяцев создает сайт, на котором подробненько излагает суть дела. Все продукты со всеми их характеристиками, потом, значит, весь маркетинг-план, со всеми его нюансами, которые знают только на самой вершине карьерной лестницы люди, дожидшие туда через много лет. И вот это все подробно он излагает, с историями основателей и так далее. И вот этот сайт, он гордо выставляет на всеобщее обозрение и понимает, надеется, верит, что сейчас все ринутся, и все у него все купят, и все подпишутся, потому что он все так красиво, так долго, тщательно писал. А потом приходит весь в слюнях и в соплях и говорит, а никто не подписывается, а никто не хочет даже на сайт заходить, я не понял, говорит, у меня за два месяца три посещения, это что такое? Это значит, ваш бизнес плохой? Это называется сетевой наив. Это наивность такая. Сделать сайт и думать, что на этом работа завершена. Или человек пишет видеоролики, в которых тщательно, подробно, с умным лицом, основательно, обращаясь к широкой аудитории, излагает, значит, все эти сетевые постулаты. Если ты хочешь преуспеть, если ты хочешь разбогатеть, если ты желаешь, если твоя совесть, если твои дети, если, 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 то вот смотри, какая замечательная возможность. Это называется сетевой маркетинг. И начинается лекция. И человек наивно верит в то, что его слова кого-то могут заинтересовать. Сетевой наив. И люди пребывают в этом наиве и месяц, и год, и два. И потом, когда у них все рушится, в конечном итоге все надежды разваливаются, они выходят из бизнеса и, проклиная его, говорят, что он не работает, и что там аферисты собрались. Но это наивно. Это называется сетевой наив. Детская стака, инфантильность, неспособность смирить свою гордыню, встать перед своим спонсором, перед системой и сказать, я ничего не соображаю, научите меня, это новый вид деятельности для меня. Потому что там есть какие-то свои законы. Или человек приходит мне, рассказывает, говорит, Олег Гриевич, вот я, наверное, я разочарован, мой спонсор нехороший человек, я ему доверился, все пароли, все логины, все у него. Я жду, когда он мне наподписывает людей, и он пообещал, и так далее. Если это не так, то я просто разочарован, я буду писать в Организацию Объединенных Наций. Наив. Или человек говорит, я в шоке, я в шоке, мой спонсор не подписывает мне людей, я просто в шоке, мне ничего не делают, он не помогает. Он должен мне помогать, а он мне не помогает. Наив. Никто не собирается тебе помогать. У тебя есть вопрос? Задай. Тебе что-то не ясно? Спроси, выясни, уточни, и иди работай. Это твой собственный бизнес, твое собственное дело. Нужен помощник? Найди его. Спонсор тебе ничем не обязан. Он не твой должник, потому что ты ведь не хочешь, чтобы завтра все твои дистрибьюторы взлезли тебе на голову и сказали, тебе помогали, теперь ты за нас работай. Это твой собственный частный бизнес. Это наивно полагать, что кто-то должен тебе помогать. Тебе надо добиться, чтобы тебе помогли. Попроси, они заинтересованы помочь, но никто за тебя работать не собирается. Это наивно. Это просто смешно. И таких проявлений наива море, и я понимаю, когда человек вообще не ориентируется, как все это устроено, и он только пришел, и ему нужно какие-то азы вложить. Он ходит на тренинги, какие-то там школы, изучает, делает для себя выводы, смотрит на успешных людей и начинает это делать. Вот это по деловому. Начинает повторять то, что делают успешные люди. Но когда человек продолжает наивно верить в то, что его багаж знаний достаточен из предыдущей жизни, из предыдущей деятельности, достаточно для того, чтобы успешно построить организацию, и он не хочет прислушиваться к тому, что говорят спонсоры, и это наивность. Или мне одна женщина говорит, Олегович, я просто в шоке, я разочарована, я уже полгода в бизнесе, и у меня ничего не происходит, я просто поражаюсь. Почему люди такие ужасные? Я говорю, а что такое? Ну вот я нашла хорошего человека, он и компьютер знает, и ему лет уже 65, и он опытный такой, у него столько знакомых. И вот я его уже 4 месяца обхаживаю, он все мне обещает, 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 говорит завтра, послезавтра, и никак не хочет купить стартер-пакет. Вот что мне делать? Как мне его подтолкнуть? Вот что мне делать? Вот давайте вы еще со мной сходите, или вы там с ним поговорим. Я говорю, а ты не пробовала с другими поразговаривать, тем, кому это интересно, важно? Может быть, он просто не хочет в лоб сказать тебе, пошла вон, мне это не подходит, и он тебя вводит за нос, не желая тебя прямо так обидеть. Да, вы думаете? Я говорю, ну ты бываешь на тренингах, слушаешь, что там говорят? Ну да, ну ты слышала, что самое главное твоей работе, это заводить в бизнес новых людей, приглашать их на свой сайт, на свою презентацию, чтобы они посмотрели, и принять для себя решение. То есть, знакомить большое количество людей с тем, что у тебя есть продукты, бизнес. Ты не слышала это? Нет, я слышала, но вот этот парень, он очень хороший, очень хороший. И я вот все силы положил на то, чтобы его подписать. Я говорю, ну он же не подписывается. Ну я его все равно добью. Я говорю, может быть, тебе не надо его добивать, а искать тех, кто ухватится, ухватится за твое предложение, и больше ты их никогда не увидишь, увидишь только чики от их работы. Они сами начнут работать, так их заинтересует. Может быть, ты хочешь пассивный доход получить? Ну да, в принципе. Но вот этот вот мужик, может быть, вы со мной сходите? Ну слушайте, это где-то глупость, где-то уже дефицит мозгов, но очень много таких наивных людей. Или есть люди, которые приходят и хотят сделать сразу большую сделку. Вот эти разговоры о том, чтобы заключить договор с предприятием, с фирмой, с какой-то компанией, которая будет тоннами сразу закупать, это наив, это все детский лепет на лужайке. Наш бизнес состоит в том, чтобы среди своих знакомых найти тех, кому будет интересен наш продукт и наш бизнес. Рассказать им об этом, отправить их на свой ресурс куда-то там, чтобы они познакомились, чтобы инструменты, машина, система, другие люди, которые подготовлены специально для этого, им рассказали об этом, а дальше уже как карта ляжет, как говорится. Они или да, или нет. Можно их потом переспросить, но в принципе, это их свободный выбор. И весь эффект, и вся сила состоит только в одном. Как часто вы будете делать предложения, ознакомить людей со своим предложением, со своим бизнесом. Если ваша скорость высока, то вы найдете много людей, которые подпишутся у вас в первую линию и начнут делать то же самое. Люди наивно полагают, что достаточно подписываться. Мне парень один пишет, вот Олег Григорьевич, у меня три партнера, три, и вот я работаю несколько месяцев, и они что-то затихли, никто ничего не делает. Может быть, соберем группу, да и встряхнем как следует. Помогите мне. Я говорю, а ты не пробовал других подписывать? Не, ну а что, организация-то в принципе создана, три человека, два слева, один справа. Я говорю, так это же смешно, я, например, 200 там за полтора года подписал, а есть люди по 300 человек подписывают, они каждый день подписывают, 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 и из этих подписанных находится несколько человек, которые очень серьезно относятся к делу и начинают много тоже набирать людей. А есть такие, которые не очень активны, у них другие интересы. Ну, то есть, вот так это все устроено. А есть такие, которые только записались по горячке, а потом куда-то делись. Ну, это их личная жизнь, и я на них не равняюсь. Я стараюсь набрать как можно больше, 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 больше людей. Поэтому три человека, которые у тебя в организации полгода, и ты хочешь их встряхнуть, и заставить их работать, это наивность, это инфантилизм, это детскость, это такая, это даже не простодушие, это просто, ну, извини за выражение, несерьезно, сетевой наив. Еще бы ладно, новички, вот только которые вошли, но люди, которые годами работают в сетевом маркете. У меня есть одна девушка, которая мне говорит, Олег Иванович, я вижу, что вы успешно строите бизнес, что у вас все, но я привыкла по-другому. Я говорю, ну, это хорошо, что ты привыкла по-другому. Она говорит, я себя ценю, я себя уважаю, я знаю, как надо работать. Я говорю, так слава Богу, зачем тогда ты мне вопросы задаешь? Нет, ну, мне непонятно, почему у вас подписывается, у меня нет. Я говорю, ну, так я делаю вот так, а ты совершенно по-другому. Ты же собираешь людей в своем офисе и сутками их там душишь информацией о том, что такое наш бизнес. Проводишь лекции, я же этого не делаю. Я просто отбираю людей, двухминутное сообщение и дальше пусть система работает. А ты что делаешь? Но я так привыкла. Слушайте, это наив. Или тебе деньги не нужны, и ты красуешься, занимаясь якобы бизнесом. Или тогда перестань быть наивным, если не сказать грубее и правильней. И в конечном-то итоге вот эта наивность, она выливается в большей степени в самую главную, самую основную проблему, препятствие, которое не дает нашим людям в сетевом бизнесе преуспевать. 90% людей, которые не преуспевают в бизнесе, есть одна единственная причина, они бездействуют. То ли от страха, то ли от недопонимания, то ли от неопытности, конечно. Все это вместе взятое, они ни с кем не разговаривают. Они попробовали пару раз, у них не получилось, и они затихли. И они наивно полагают, что можно каким-то образом обойти эту неприятную часть дела, когда надо выйти на разговор с человеком и сделать им предложение. И они ищут варианты всякими разными путями, чтобы вот этого не делать. И рекламу делают, и спамят, чтобы только не вступать в контакт с человеком. Потому что иногда он, особенно на первых порах, заканчивается не очень удачно. А некоторые люди, не грубые, не хорошие, не правильные, но люди, они говорят, да пошел ты. Это так ранит. И вот этого люди избегают. И наивно полагают, что они пребывают в сетевом бизнесе. Если ты работаешь в сетевом маркетинге, то твоя работа состоит в том, чтобы каждый день много людей проинформировать о том, что у тебя есть. Лучше всего использовать для этого инструменты. Две-три минуты сказал, что-то интригующее такое, заинтересовал человека, переговорил с ним, и отправил его на свой сайт, например, где ему расскажут последовательно всю необходимую информацию. Вот так это все устроено. Но люди бездействуют, люди сидят, люди ждут, и потом, разочарованные, выпадая, начинают ругать сетевой бизнес. Но причина в том, что они наивно думают, что можно обойти самое главное, самое основное дело, разговаривать с людьми. Это все сетевой наив. И мы имеем с этим дело каждый день. Мы сталкиваемся с этим каждый день. Каждый Божий день. Именно по этой причине большинство людей не добивается успеха. Они бездействуют. Они бездействуют. Они бездействуют. И вот это бездействие это и есть сетевой наив. Олег Григорьевич, я в такой глубокой яме финансовой. Мне так нужно выбраться. Ну помогите мне. Ну сделайте что-нибудь. Я в ступоре в каком-то. Я никак не могу начать. Я говорю, так ты в бизнесе или нет? Да, я в бизнесе. Я все делаю. Я все учу. Единственное, чего я не могу сделать, это я не могу начать работать. Я говорю, ну и что ты думаешь? Дальше. Ну вот как-то мне помогите. Пошел вон. До свидания. Если у тебя есть жена, которой ты смотришь в глаза, если у тебя есть дети, которых ты хочешь обеспечить, если у тебя есть обязательства, если у тебя душат долги, если ты чего-то вообще хочешь, если у тебя есть какие-то мечты, цели, планы, если ты вообще из себя что-то представляешь, если ты с мозгами и видишь, что другие люди зарабатывают здесь деньги и ничем от тебя не отличаются, может быть только старше или моложе, с меньшим образованием, но с большим желанием, тогда ты просто слепо повтори то, что они делают. Встань, отбрось этот детский лепет, этот сетевой наив, забудь и начни пахать. Ты боишься, я понимаю, все боятся, и я боялся. Любой человек боится, когда он начинает новое дело, он не знает, как, особенно с людьми разговаривать, не опозориться бы. Ой, а я уже был в другой сетевой компании, меня там послали все, и как я сейчас к ним пойду? Ну, слушай, но если тебе нужны деньги, если ты хочешь вырваться из долгов, то тогда начни. Не можешь? Иди на стройку. Вот и весь разговор. А я не умею как. Послушай, актеры учат роли на 2-3 часа и играют в спектакли, там нельзя ошибиться. 2-3 часа текста. Учат и стихи учат, я не знаю, просто я поражаюсь их способности учить тексты. А тебе текст на 1 минуту, на 2, на 3 надо выучить и репетировать его. Не знаешь, как говорить, репетируй с женой на кухне, со спонсором поговори. Спроси у других ребят, как они разговаривают с народом. Запомни эти слова и начни сегодня, завтра, сцепи зубы, поклянись и действуй. Отбрось детскость. Детский лепет забудь. Сетевой наив приведет тебя в большую бедность. Ты разочаруешься и будешь ненавидеть то, что могло бы тебя спасти. Сетевой бедность. Чтобы я не буду наивным и не буду демонстрировать сам в ваших глазах сетевой наив, я понимаю, что большинство людей так ничего и не сделает. Большинство так ничего и не сделает. Это наивность думать, что я сейчас что-то скажу или кто-то там на тренинге выступит или какой-то он там что-то где-то что-то прочитает и возбудится и пойдет и встанет. Нет. Только те, кто встанут, те пойдут и сделают. Те, кто будут продолжать, 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 продолжать и из неопытных лопушков, несчастных, наивных, новичков, которые заходят в бизнес и думают, получится, не получится мне. Они постепенно, делая свою работу, разговаривая с людьми, получая от них разные неприятные колкости, они постепенно становятся сильными, сильными, более сильными, более уверенными, более профессиональными и, наконец, они забогатеют. Я желаю вам удачи. До свидания. Сетевому наиву смерть.